МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проводился именно в нашем городе. Давайте вспомним об этой даче. Если вспоминать те года, то получается, что в 83-м году, когда выбирали место, где провести первый чемпионат России, понятно, что напрашивался сам собой вариант как с Красноярском, потому как это родина отечественного скалолазания. И в то время скалолазы Красноярского края были ведущими скалолазами Советского Союза и на мировой арене выступали как раз именно скалолазы. Даже по итогам первого чемпионата России, можно сказать, что проводили парную гонку. У девчонок Правда Шагардана выиграла. Первый вид парной гонки у мужчин я выиграл. Индивидуальное лазание стартует. Болезен выигрывает сразу. Флюра Жирнова из Узбекистана. Два первых места только отдали. Связки Федоров-Гали Акбаров, красноярцы. Связки женские Захарова-Бакалейникова, тоже красноярцы. И вообще на пьедестале чемпионата России большинство было именно красноярцев. В то время Красноярск выдвинул на этот чемпионат две команды. И получился этот чемпионат даже не совсем чемпионатом России, он получился чемпионатом Советского Союза. Потому что параллельным зачетом был 20-й, проводился 20-й приз Евгения Абалакова. И получается, приехали команды как с регионов России, приехали команды из республики. Получился вот такой вот настоящий чемпионат Советского Союза. Поэтому надо сказать, что... И вот трассы были очень хорошо сделаны, подготовщики здорово поработали. Вот что трассы парных гонок до сих пор вспоминают. Уже прошло 30 лет, а те, кто участники, и не только участники, кто смотрели, на первом столбе, во-первых, очень много зрителей было. Зрители там даже не сотнями, а тысячами считали. Потому что, ну, это около Слоника, вот как раз это. И в районе, значит, колокола были две трассы. Метров по 60, наверное, две трассы. Когда ребята спускались, я даже вот помню, когда Болезин спустился, и он долго не мог после финиша восстановить дыхание, Владимир Григорьевич Путинцев к нему подходит и говорит, вот, Владимир, это... Валерочка, ты вот здесь вот маленько, вот здесь вот надо было получше, вот здесь получше. Болезин так утвердительно сказал, меня на этой трассе никто не обгонит. Уровень того чемпионата, который еще РСФСР, наверное, был. Да, РСФСР. И сейчас уровень спортсменов, если сравнить, все-таки подрос, или он как-то стал пониже? Вот вообще сравнивать совершенно нельзя. Потому как все те чемпионаты, вот первые чемпионаты, мы лазили, это было на естественном рельефе, на скалах. Техника. На столбах. Да, на столбах. Ну и не только на столбах. Второй чемпионат в Кисловодске провели, третий и четвертый чемпионаты, два подряд провели в Дагестане, в Избербаше. То есть вот это все было. И сравнивать уровень вообще несопоставимо. Хотя и в то время было три вида, и сегодня три вида. Только на сегодняшний день вот болдеринг заменили одним из видов. У нас были связки, либо донбайские, либо крымские. Но на всех чемпионатах России были только донбайские связки, когда два человека связаны веревкой, и они на время, на скорость должны пройти, показать лучшее время. Там еще кое-какие штрафные баллы. Как сказать вот по уровню? В зависимости от того, кто приезжает на чемпионат. Вот первый чемпионат, однозначно можно сказать, был самым представительным. И такого уровня на чемпионатах России, наверное, больше и не было. Потому как я говорю, что это был на сегодняшний день. На чемпионаты России, которые приходят и на этапы Кубка России, и на Абалаковские те же соревнования. В зависимости от того, какой состав приезжает. В других видах. Шарапова может приехать на какие-то мероприятия, а может не приехать, потому что у нее определенный план. Также на сегодняшний день скалолазы-спортсмены. Сейчас этапы Кубка мира, чемпионат Европы проводятся, молодежные различные соревнования проводятся. И спортсмен вначале, рассматривая весь календарь, как международных, так и российских мероприятий, как раз вот смотрит на эти соревнования, где ему участвовать. Вот поэтому. Лазание совсем другое, техника подготовки совсем другая, то есть то сегодня, как занимаются и проводятся все соревнования, совсем другое, но это спортивная скалолазня на сегодняшний день вот такое. В июне еще одна круглая дата исполняется, 80 лет со дня восхождения пик-коммунизма Абалаковым. Вот вспомните, если то время, как это было? 80 лет назад впервые на высшую точку Советского Союза взошел отечественный альпинист Евгений Абалаков. И вот если вот говорить, можно говорить, эпоха чья-то пошла. Вот в данном случае с этого именно момента начинается, ну перед этим были серьезные восхождения, но можно говорить, что вот именно с 30-х годов 20-го столетия начинается спортивный альпинизм в Советском Союзе. И родоначальники этого спортивного альпинизма как раз вот Абалаковы были, в том числе и восхождение, вот его восхождение на высшую точку Советского Союза. Это как бы вот такая вот вершина, которая непосредственно является спортивным пиком. Вот Евгений Абалаков зашел один на эту вершину. Было довольно трудное восхождение, и подъем, и спуск непосредственно. Когда еще наши отечественные альпинисты не были на такой высоте, вот получается, что впервые человек выше 6 километров, зона смерти считается. И вот как выживает человек, как работает организм, как непосредственно достигнуть того, чтобы обратно вернуться. Не в одну же сторону альпинисты ходят, поэтому это нормальное явление, что надо рассчитывать силы и туда, и обратно. И вот 80 лет назад, вот эта вот отправная точка, к 80-летию, 30 лет назад, в честь 50-летия первого восхождения Евгения Абалакова была экспедиция на пик коммунизма, чисто Красноярска. Мы специально ехали, чтобы зайти на пик коммунизма. И вот мы в связке зашли с Владимиром Григорьевичем Путинцевым, и он тогда такой рекорд поставил возрастной. 66 лет, впервые такой возрастной восходитель зашел на пик коммунизма. Вы являетесь вице-президентом скалолазния Красноярского края. Вот хотелось бы, чтобы вы все-таки подвели итоги для красноярских спортсменов. Что удалось в этом году? Есть ли новые звездочки, яркие таланты в этом виде спорта? Есть. У нас серьезные достижения 28-го или 29-го. И тренера будут награждать, и Юлию Левочкину непосредственно будут награждать за достижения такие. Выигран чемпионат мира, то есть высшие достижения, которые были достигнуты. И вообще, она сейчас вот в поездке находится, буквально, видимо, завтра прилетает только с очередных соревнований. Юлия Левочкина, это наша главная звезда в этом сезоне. Да, это вот главная звезда. Какие она соревнования выиграла? Напомните нам. Она чемпионат мира выиграла непосредственно в скорости, то есть она такая... Это наследница Татьяны Руйга. Да, и наследница, и продолжательница не только Татьяны Руйги, в целом красноярского скалолазания, спортивного скалолазания. Довольно здорово. Но надо сказать, что сравнительно молодая, показывающая вот сейчас очень хорошие результаты. Ну, для меня, например, было большой неожиданностью. Абсолютной чемпионкой, то есть выиграла многоборье, Аня Цыганова. В этом году уже вот чемпионат России закончился, и по итогам всех видов Аня Цыганова получилась абсолютная чемпионка России этого года. Вот это молодая звездочка, которая в будущем непосредственно Полехина, Ксения Полехина, то есть тоже довольно здорово выступает, и в скорости выступает. Раньше она меньше выступала, ну, в самом начале своей карьеры, когда она скорость бегала, реже выступала на трудности в болдеринге. Сейчас она старается выступать и в других видах, и надо сказать, что тоже успешно. Вот по прошлым соревнованиям Абалаковский можно посмотреть, тоже очень здорово выступила, надо сказать. Вот наши братья Козловы, вот вчера, когда, отборочные сейчас, вот вчера 50-е Абалаковские соревнования, тоже дата, тоже соревнования, такие вот, всегда начались Абалаковские соревнования. На болдеринге... Это первый этап Кубка России, насколько я понимаю. Да, один из этапов Кубка России, он пятый этап в этом году. Вот, и получается, что выступает Козлов Витя, Козлов Василий, и вот как Витя, ну, будем говорить так, как семечки вот эти вот, у всех, у всех почти проблемы какие-то там, не совсем правильно берутся, не такая подготовка, а Витя настолько просто, с первой попытки, всех пять трасс, вообще здорово, и смотрится красиво, и технически очень здорово подготовлено, непосредственно к этим соревнованиям подготовился очень здорово. Если сейчас сравнить последние годы, там, развитие скалолазания в России за последние там пять лет, появились ли новые какие-то регионы, которые стали, ну, на уровень того же Красноярска, Санкт-Петербурга, Урала, других регионов, ведущих регионов России в этом виде спорта? Вот, я отвечу на этот вопрос, да, действительно появляются новые регионы, появляются там, на сегодняшний день скалолазания развивать сравнительно просто, в любом спортзале, спортзальчике, да, построил, и не обязательно сразу эталонную трассу, на которой можно соревноваться, а можно простой, обыкновенный тренажер, и уже фамилия Козлов, из Хакасии, Хакасия совсем недавно, ну, буквально 3-4 года, там еще совершенно не было таких спортсменов, которые могли бы соревноваться на уровне российском, а вот вчера я посмотрел, довольно достойный юноша, прогрессирует очень серьезно, и вот один из регионов, наши соседи, Хакасия, непосредственно здорово выдвигаются, ездят на соревнования, за свои деньги, едут за свои деньги, то есть на сегодняшний день, у них и федерация есть, они уже научились за федеральные деньги, за региональные деньги ездить, ну, то есть вот один из регионов, который совсем недавно появился, и уже есть свои звездочки, которые выступают на уровне, вот на Абалаковске вчера выступал. Скажите, в каком возрасте лучше всего начать заниматься скалолазанием, и в какие школы можно отправить своего ребенка, чтобы он начал заниматься этим, медианским спортом? Ну, у нас вот основная школа, школа Олимпийского резерва, специализированная детская юношеская спортивная школа Олимпийского резерва имени Владимира Григорьевича Путинцева. Вот мы вчера только разговаривали, и фраза такая у собеседников прозвучала, как много у нас в Красноярске сейчас тренажеров, именно скалодромов непосредственно, у нас действительно в федеральном университете восстанавливают тренажер, он уже частично восстановлен, и уже на нем готовятся спортсмены, и причем там очень хороший уровень можно развивать. У нас и Ледовый дворец непосредственно, у нас и на острове отдыха тренажер, у нас и вот первая трасса, которая была пробная трасса, эталонная на острове отдыха рядом с центральным стадионом, и она тоже здорово помогла, ребята начинают на ней бегать, и уже получается, что они непосредственно, эталонные трассы, все зацепы одинаковые, поэтому это как вот беговая дорожка, только она по вертикали поставлена, эта беговая дорожка, и надо вот именно до автоматизма заучить движение, и чтобы не думать на трассе совершенно, думать все равно надо, я утрирую, но тем не менее, до автоматизма заучены движения, и надо сказать, что Красноярск на сегодняшний день, несмотря на все трудности, один из самых лучших регионов, где есть вот именно скалодромы для развития скала. Так все-таки во сколько лучше всего своего ребенка отдать вот вид спорта? То есть 7, 8, 9 лет можно уже отдавать на сегодняшний день, это практикуется в спортивных школах, и вот если раньше, начиная с 75-го года, была одна в Советском Союзе, была одна детская, юношеская спортивная школа в городе Красноярске, на сегодняшний день сеть детско-юношеских спортивных школ очень большая по регионам. Вот если взять последние годы развития скалолаза, не можете составить там рейтинг пяти стран по развитию этого вида спорта? Первая страна в мире, вторая, третья, четвертая, пятая? Очень сложный вопрос, и я даже боюсь, чисто мое субъективное мнение такое, наверное, если по брать, по таким вот скачкам, что есть кто наиболее, конечно, это Россия однозначно, Украина очень здорово, ну и европейские страны, начиная от Чехии, французы, итальянцы, значит, испанцы, австрияки, одним словом, европейские страны, причем там скалолазание, он даже не как вид спорта часто развивается, а как это вот такая вот потребность населения в движении, именно вот такой. Человек только родился, и у него вот этот хватательный рефлекс, который он заложен в него непосредственно, если вот этот хватательный рефлекс еще на раннем уровне у ребятишек развивать, не случайно стали, и у нас в России в том числе, в детские садики, маленькие горки различные, с зацепами вот такие. Ребенку интересно это, самое главное, чтобы это еще и безопасно было, когда это безопасно сделано, и это вот интересно, лазить, вот такие вот маленькие обезьянные гонки для малышей вот проводить, это очень здорово, замечательно, и это делают, и надо сказать, что на сегодняшний день от детского садика в школы, причем в школах тоже легко, не требует специально какого-то места, скалозная стенка может в любом спортивном зале размещаться, не мешая никому, там и в волейбол можно играть, и в баскетбол, и другие виды одновременно, скалозная стенка, и у нас вот Татьяна Руйга, тоже надо сказать, что она и курирует, и помогает непосредственно в некоторых школах, у нас есть в других школах, у нас в педуниверситете есть, вот худо-бедно, маленький тренажер, и наши студенты, которые тоже могут прийти, позаниматься на этом тренажере без всяких, и если в большой спорт скалозный идти, там, конечно, и специальное снаряжение, и обувь специальная, нельзя сказать, что это дорогой вид спорта, но тем не менее затраты какие-то определенные есть, а когда на простых тренажерах, можно в обыкновенных кедах, полукедах, веревка сегодня недорогая, поэтому страховка организованная, если специалисты есть. Спасибо за это интервью, я напомню, сегодня у нас в гостях был вице-президент Федерации скалолазания Красноярского края Владимир Борисович Дюков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин